Добрый день, уважаемые телезрители! Психических заболеваний, которые приводят, к сожалению, не совсем хорошим результатом, если вовремя не обратиться, конечно же, к врачу. Поскольку сегодня Всемирный день психического здоровья отмечается, поэтому если у наших телезрителей появятся вопросы, как раз таки по сегодняшней теме, тоже будем рады звонкам. Жаннар Муратовна, почему празднуется этот день? В эту дату на какие вопросы обращается внимание и насколько важна на сегодня тема психического здоровья среди населения? Да, уважаемые телезрители, наверное, немногие знают из вас, что день психического здоровья уже отмечается с 1992 года. Помимо, все люди уже привыкли, что надо обращать только на соматическое здоровье, а есть и так называемое психическое состояние, то есть психическое здоровье человека. Что оно в себе включает психическое здоровье? Это состояние, которое способствует наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека. Цель празднования психического здоровья на данный момент очень актуальна. Сейчас не секрет, что идет большой рост психических заболеваний. И для того, чтобы как-то сократить вот этот рост психического заболевания, празднуется Всемирный день психического здоровья. Какие заболевания сейчас наиболее актуальны? Это шизофрения, это маникально-депрессивные психозы, это депрессии, которые приводят, к сожалению, к инвалидности, к нетрудоспособности, а иногда и к суициду. По данным статистики, каждый четвертый человек в мире на протяжении своей жизни, он переносит эпизод какого-то психического расстройства. А по данным ВОЗа, депрессия — это четвертое заболевание, которое приводит к нетрудоспособности людей. К сожалению, наше население и наш метролитет, наверное, нашего государства предрасполагает к тому, что люди очень поздно обращают, и практически никто не обращает на такое состояние, как именно психическое здоровье. Шанна Муратовна, а вот при каких звоночках как раз-таки необходимо обращаться к врачу? И вообще человек будет в состоянии, он будет знать, что что-то с ним не в порядке? Да, в самом начале можно сказать, что не обязательно сразу людям, у которых происходят такие вот, как вы спрашиваете, звоночки. Это у человека появляется какая-то усталость, слабость. Сейчас такой век мы переживаем. А это самое модное слово. А что у тебя настроение нет? Плохое, эмоции. Очень много стрессов переживаем мы. Не только мы, дети. И поэтому что-то, когда у ребёнка тоже надо смотреть его режим, режим его дня. То есть сейчас, например, вообще надо психику беречь, как говорится, всё бережётся, здоровье с молодости. И родителям надо уделять побольше внимания. Потому что, к сожалению, сейчас особенности нагрузка и, как говорится, удар на психическое здоровье приходится именно у детей. Так как дети сейчас наши, они очень загружены. Дети посещают всякие соки. Они идут репетиторство, у всех индивидуальные, продолжают английский язык. Всё это, конечно, понятно. Повышается интеллектуальный. Но всё же надо детям давать какую-то физическую разгрузку. Или так называемую душевную. Для мальчиков, хотя бы, если это ребёнок, ему хотя бы час, сорок минут, если это мальчики, они должны посещать футбольные клубы. Зимой ходить, играть в хоккей. Девочкам на хореографию. Обязательно посещать бассейны, чтобы не шла вот эта нагрузка на умственные способности людей. И, к сожалению, у нас, как вы сказали, какие звоночки, к кому обращаться. Я хочу сейчас сказать, что если у вас появились какие-то спады настроения, вы не можете работать, вас всё раздражает, или у вас ещё что-то появилось. Мне кажется, это у всех сейчас. Да, то можно обратиться не сразу к психиатрам, ведь есть так называемые психологи. Но, к сожалению, я ещё раз хочу обратиться к тому, что такой митролитет не только к психологам. К психологам хотя бы обратитесь, а к психиатрам, когда идёт уже явное психическое заболевание. Не менее двух недель апатичное состояние. Апатичное состояние. У людей появляются даже какие-то страхи, фобии. И люди это знают, но они не обращаются к нам, к психиатрам, потому что как бы у психических людей, да, они испытывают стигматизацию. То есть какое-то вот пренебрежительное, что ли, отношение. Что если вот ты проконсультировался у психиатра, значит, ты психически больной. Значит, что-то у тебя не так. Стесняются. Легче сбегать за угол в самый ближайший ларёк. Да. И купить, что надо. Легче обратиться к знахарям, так называемым, бахсам. И потом они уже поступают к нам в стационар, уже когда развивается психическое заболевание, которое необходимо уже лечить. А ведь есть так называемые пограничные состояния, когда человек, если бы вовремя, вовремя обратился бы, то можно было бы оказать эту психологическую помощь. Если надо, небольшими дозами там мы бы оказали и психиатрическую. Но, к сожалению, вот так. Жанна Муратовна, ну не каждый может себе позволить поход к психологу. Не каждый. Это дорогостоящее удовольствие. Терапевт может в этом случае помочь? Или сразу можно, ну не стесняясь, идти к психиатрам? Да. Если нет возможности обратиться к психологам, то, пожалуйста, можете обратиться к нам на курс психиатрии и наркологии. Мы вас проконсультируем бесплатно. Бесплатно окажем вам эту, вообще во всем мире психиатрическая помощь, она оказывается бесплатно, доступна. Поэтому хотелось бы, чтобы люди берегли свою психику, свое душевное здоровье. Что еще можно сказать нашим телезрителям, учитывая, что сегодня вот психическому здоровью уделяется огромное внимание. Как раз таки сегодня день психического здоровья в семье. Хотелось бы, чтобы все люди умели контролировать свои эмоции. Каждый человек, он должен быть готов найти выход из стрессовых ситуаций. Потому что это вот по нынешним временам, оно неизбежно. Каждый человек... А как вырабатывать стрессоустойчивость? Да, стрессу... Вырабатывать, уходить, в бильярд играть, или что? Да, немного надо себя расслаблять. И взрослым, не только детям, можно вместе с детьми посещать бассейны, да, играть там в теннисы, еще что-то там можно. Организовать какой-то досуг, выезд по выходным с детьми на природу. Грибы собирать, да, чтобы это была разгрузка стрессовым ситуациям. Именно вот стрессовые ситуации, к сожалению, вот они приводят к вот этим нарушениям, всеразличным психическим заболеваниям. Человек замыкается, он не может, не знает, возникает какая-то проблема, он не знает, кому обратиться, да, замыкается в себе. У нас обращаются ко всем, к друзьям, там, еще знакомым, в конце концов, в интернет ищут информацию, но только не обращаются к специалистам. Надо, не знаю, как-то переломить себя и найти те силы, и все-таки обратиться, наверное, к специалистам. Тем более, что она, помощь эта психиатрическая оказывается бесплатной. Бесплатной, да. И сразу больных, это, конечно, это неправильно, что сразу ставят на учет, на это, это не сразу прям идет у человека там какое-то психическое расстройство. То есть, что тут же занесут в какой-то список. Да, это вот то, что встанет на диспансерный учет, вот, к сожалению, вот так. Ну, это, наверное, это нейтралитет, только тот. Ну, будем тогда оптимистичны. Да, будем оптимистичны. Надо всегда жить положительными эмоциями, всегда надеяться на самое лучшее. И вспоминать, что всегда прекрасно это у нас было в жизни, обязательно. С вами Боряк Морал Майкозова, а также Жанар Муратовна Хамитова. Всего вам доброго. Исполняющий обязанности доцента курса психиатрии и наркологии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова. Спасибо за внимание. Всего доброго. И будьте здоровы.